Ну что, наконец-то я добрался до обзора наушников от компании Razer. Razer Barracuda Pro. Всем привет, с вами Снеки, это обзор на наушники Razer Barracuda Pro. Наконец-то я дошел до этого обзора, и все те, кто впервые на моем канале, не забываем нажимать кнопочку подписаться, ставим лайк этому видео, а также пишем комментарий снизу, какую бы еще игровую технику хотели бы увидеть. Неважно, клавиатуры, мышки, камеры, наушники, колоночки, разберемся. И если что, да, может быть обзор не выйдет сразу, потому что я должен найти этот продукт, заказать его, потому что я эти продукты покупаю лично за свои деньги, заказываю, тестирую, делаю обзор, потом или перепродаю, или же отсылаю обратно в магазин и говорю, что там, допустим, плохо работает, мне возвращают деньги обратно. Пока мне никто ничего не засылает, приходится выкручиваться как-то самому. Заказал я наушники Razer Barracuda Pro в декабре, тестировал их еще в январе, потом, конечно же, я заказал другие, тестировал другие, снимал распаковки, делал обзоры. И вот, наконец-то, сейчас у нас февраль, дошло время, чтобы сделать обзор на наушники Razer Barracuda Pro. Ну, пока я его смонтирую, это будет, наверное, март. Как позиционирует сами Razer, наушники, в принципе, предназначены больше для мобильного гейминга. Они предназначены для подключения к телефону. Ты можешь также взять этот донгл и подключить напрямую, допустим, в устройство, если там есть Type-C и маленький донгл с Type-C коннектором. Вы можете его подключить и спокойно использовать. Также в них есть Bluetooth. В принципе, наушники напичканы, дай боже. Но пришли наушники, распаковал их, я офигел, насколько они крутые. Именно Pro-версия поставляется с такой сумочкой. Сумочка сделана из хороших материалов. Меня все устроило. Я распаковывал эту сумочку, было так приятно. То, что там есть Bluetooth, с одной стороны, и сейчас я уже понял, что это классная вещь, потому что я заказал одну вещичку, на которой я тоже буду делать обзор. И это вот такое вот небольшое устройство. Ну, как небольшое? Большое устройство. Это вещь от компании Valve. Это Steam Deck. Да. Я его заказал, я его сейчас тестирую, буду делать на него также обзор. И, с одной стороны, хорошо, что есть такие наушники с Bluetooth, потому что я могу подключить их напрямую в Steam Deck, или же через донгл в Type-C, или же по Bluetooth, и играть ночью, никому не мешая. Так что обзор на Steam Deck вы увидите тоже вскоре. Распаковал я наушники, все материалы, как я уже говорил, были приятно сделаны. Сама упаковка, вот этот кейс, также магнитная такая заглушка, где лежат все провода, также сам донгл. Классно, прикольно, подключается к мобильному телефону. Bluetooth и соединение 2,4 ГГц не работают одновременно. Наушники вышли в 2022 году. Все наушники, которые я тестировал в 2022 году, в принципе, Bluetooth и 2,4 ГГц работали одновременно. И это работало без каких-либо проблем. Тут же у тебя или Bluetooth, или 2,4 ГГц. Расскажу ситуацию. Подсоединил я к телефону, потестировал, потом подключился я к 2,4 ГГц. Начал играть в КСочку. Играл, играл, играл. И в один момент у меня просто пропадает звук. И я не понимаю, что случилось. Мне просто кто-то начинает звонить на телефон. У меня отключается 2,4 ГГц, переключается на Bluetooth. Потом, после этой тишины, появляется звонок. Только там спустя, не знаю, секунд, наверное, 6. У меня начинает звонить в наушниках. Я отвечаю, да, я поговорил. И я потом не понимаю, как подключиться обратно в 2,4 ГГц. У меня игра идет, звук, все, вот это есть. И у меня не переключается. Чтобы переключиться обратно, мне пришлось просто отключить Bluetooth. И они у меня автоматически подключились к 2,4. Это случалось у меня парочку раз. И лично меня это не устроило. Мне вот такое вот подключение не понравилось от слова вообще. Я начал сразу с плохих деталей. Потому что дальше пойдет все лучше и лучше и лучше. Ну так вот. Также наушники по сбору. В принципе, да, приятные, качественные наушники. Марки, с одной стороны, допустим, если ты их часто берешь. Трогаешь, туда остаются отпечатки пальцев. За ними надо следить, чтобы они красиво выглядели. Но очень кряхтящий, визжащий этот пластмасс. Мне не понравился. Он качественный, он приятный на ощупь. Но они все такие хлипкие. Поэтому мне лично вот эта вещь не очень нравилась. Когда ты их снимаешь или одеваешь, они такие все трещат, визжат. Вот точно напоминает какую-то погремушку детскую. Хоть они трещат, хоть они визжат, хоть они скрипят. Но как они сидят на голове. Амбушюры это одни из лучших амбушюр, которые шли в комплекте с наушниками. Вот точно мое слово. Я очень радовался амбушюрам, которые шли в комплекте с Inzone H9. Они очень мягкие, они очень приятные. Но тут, мне даже сложно сказать. Такое ощущение, что вот Razer даже обошли Sony. И те, кто посмотрел, допустим, видео про Inzone, и сейчас смотрит это видео. И вы говорите, вот ты сказал сначала одно, потом сказал другое. Inzone я тестировал летом. Летом. Тогда я еще барракуду в руках не держал, не одевал на голову. Теперь я тестирую, допустим, барракуду. Я высказываю мнение и сравниваю, допустим, с опытом, который я использовал другие наушники. Поэтому ведь сразу говорю, не надо говорить, что вот я посмотрел твое видео про эти наушники. Ты их, допустим, обосрал. Потом ты спустя какое-то время сказал, что, допустим, да вроде ничего такие наушники. У меня я тестирую часто наушники, как они выходят, допустим. Я тестирую там месяц-два, порой я их оставляю себе. И потом у меня мнение, естественно, меняется, потому что выходит что-то новое, что-то улучшается. Или, допустим, с какими-то апдейтами становится что-то хуже, и меня это не устраивает. Поэтому сразу говорю, не надо критиковать то, что я, допустим, что-то похвалил, а потом это обосрал, потому что у меня есть с чем сравнить. Внутри ухо твое касается динамика, и это, в принципе, должно раздражать, потому что ты дотрагиваешься, спустя какое-то время тебе не дискомфорт, тебе хочется все время подвигать эти наушники. Но внутри есть такая мягкая прокладка, которая вот убирает вот этот дискомфорт. Я, допустим, сколько ими пользовался, не было такого, что у меня то, что ухо дотрагивается до динамика, мне давал какой-то дискомфорт. В наушниках Arctis Nova Pro Wireless, который я также хвалил, но спустя пару месяцев использования появился дискомфорт, когда я просто ухо дотрагивалось до вот этого микрофона, который внутри. Я даже, мне писали люди, которые просто брали и выпиливали его, и говорят, ничего не изменилось. Ну, таким я точно заниматься не буду, потому что я потом должен как-то эти наушники вернуть в магазин с отыленным микрофоном, мне просто скажут, ты чё? Всем привет, с вами Снег, и это тест микрофона на наушниках Razer Barracuda Pro. Радует меня то, что микрофон встроен в сами наушники, и тебе не надо отключать или подключать микрофон к ним. Но не радует качество звука, вы его слышите сами, и звук очень печальный. В данный момент отключено любое шумоподавление на микрофон. Не скажу, что микрофон самый лучший, но плюс то, что он встроен в сами наушники. Допустим, если тебе позвонили во время игры, то ты можешь сразу поговорить. А в наушниках, которые ты можешь отсоединить, в моём случае я всегда его отсоединял. Если вдруг мне позвонит кто-то на телефон, то поговорить я с этим человеком не смогу, потому что микрофона у меня физически нет. У меня надо его или искать, или уже снимать наушники и поговорить через телефон. Вариантов других нет. Шумоподавление. Шумоподавление так себе. В любых других наушниках, где я тестировал шумоподавление, оно было лучше. Inzone Hot 9, SteelSeries Artist Nova Pro Wireless, GBL Quantum, где тоже оно было, но там было получше, чем здесь. Шумоподавление тут для галочки. Но есть одна фишка, которую я стал использовать. И это единственные наушники, с которыми эта фишка работала. Это прозрачность звука. Это Ambient Sound, который ты включаешь, чтобы, допустим, с кем-то поговорить. Я его стал использовать как функцию открытых наушников, скажем так. Я одевал наушники, активировал функцию Ambient Sound, что я слышал всё, что происходит наружу. И когда я играл, у меня было вот такое ощущение, что я играю с открытыми наушниками. Вот это единственные наушники, где эта функция работала так, как будто бы у тебя были открытые наушники. В Arctic Nova Pro Wireless я использовал не так. Inzone Hot 9 не то. И ни в одних других наушниках такого не было. А вот именно здесь эта фишка работала как вот открытые наушники. Я тестировал Beyerdynamic DT990. Вот они открытого типа наушники. Один в один, такое же самое ощущение. У тебя пространственный звук, ты слышишь как будто бы дальше, чем должен. И вот эта фишка работала очень классно. Теперь мы переходим к звуку. Что со звуком? А со звуком тут обстоят дела ну так себе. Ты подключаешь эти наушники к телефону, ты можешь их апдейтнуть, ты можешь регулировать эквалайзер. Ну, допустим, если ты во время игры хочешь отрегулировать эквалайзер, допустим, с того же телефона, тебе надо взять, переключить эти наушники на Bluetooth, отрегулировать эквалайзер, но ты не можешь слышать, допустим, во время игры, как у тебя будет звучать звук. Потом ты переключаешь опять на 2,4 ГГц, и тогда этот звук у тебя меняется. Скажем, мне это лично не понравилась такая вещь. И через Razer Synapse есть тоже такие свои нюансы. Допустим, Special Audio от Razer, который вот этот виртуальный звук, не работает на этих наушниках. Любые другие наушники ты подключаешь, и виртуальный звук там есть. Тут у тебя нет этой функции. Она пропадает, вот эта функция из Razer Synapse аппликации. Чтобы активировать виртуальный звук именно на Barracuda Pro, тебе надо купить дополнительную аппликацию за 19,99 в долларах, и тогда у тебя доступен Special Audio, именно виртуальный звук. Что я сделал, и да, звук стал намного лучше. С эквалайзером я игрался, и самый лучший звук это флат. Без каких-либо улучшения баса, без ничего, я всегда тестирую на флат режиме. Но, допустим, в играх ты сильно не мог понять, где находится соперник, как близко этот соперник от тебя находился. Ты вот такую иммерсивность в этих наушниках терял. Скажем так, звучат они вроде неплохо, но когда ты, допустим, играешь в какие-нибудь CS GO или Call of Duty, то ты не можешь понять, насколько близко у тебя соперник, как высоко или как низко. Но стоит тебе активировать эту функцию Special Audio, который вот виртуальный звук, за который я дополнительно заплатил 19,99. Допустим, еще включаешь дополнительно звук, что ты слышишь все, что происходит. Делаешь режим открытых наушников. Эти наушники не звучат хорошо из коробки. Тебе надо чуть-чуть с ними помучаться, и тогда они звучат хорошо. И они действительно звучат хорошо. По поводу аккумулятора скажу так, что мне этих наушников вполне хватало на две недели. Две недели я спокойно ими пользовался, потом я ставил их на зарядку, потому что в наушниках нету никаких RGB, ничего. И за счет этого дополнительный заряд аккумулятора не требуется. И еще одна очень хорошая вещь. Допустим, если я включил прозрачность звука, то эта функция остается в самих наушниках. Потому что если я их выключил, включил, у меня открытый вот этот звук, он остается. В любых других наушниках, где есть шумоподавление, если я, допустим, включу шумоподавление, я выключу наушники, включу, шумоподавление будет отключено. Здесь же, если я его включу, то когда я включу наушники, шумоподавление останется. Наушники на тот момент, когда я покупал, стоили 280 евро. Это очень дорого, это очень дорого. Они хорошие, но, опять же, приходится дополнительно докупать аппликацию, дополнительно колупаться, допустим, с этими всеми настройками, чтобы они хорошо звучали. Дороговато. Скажу так, если эти наушники упадут в цене и будут стоить ниже 200 евро, это просто must-have, но не выше. Выше это уже большая переплата за эти наушники, потому что, как я уже говорил, приходится немножечко работать с костылями, чтобы они зазвучали. Но когда они зазвучат, они звучат очень хорошо.